Самый частый вопрос у меня в комментариях под видео, а также у меня на инстаграм, то есть в инстаграм, это как найти жилье в Бельгии. У меня вообще есть очень много постов на эту тему, а также видео, там уже наверное 5 видео, а также прямой эфир, где я все в подробностях рассказываю. Но все-таки в этом видео расскажу вам, как найти жилье в Бельгии, на что обратить внимание, а также дам сайты. Сайты я дам как во Фландрии, то есть вообще дам сайты по Бельгии, где вы можете самостоятельно искать жилье, а также дам все сайты, наверное оставлю в описании к этому видео, где вы как украинцы можете найти жилье. То есть какие организации помогают, то есть оставлю просто вам идеи, точнее не идеи, а оставлю сайты, где вы можете искать жилье. А для начала я представлюсь, кто не знал, меня зовут Вероника, поэтому канал у меня называется Вероника Белджим. Я живу в Бельгии, я уже в Бельгии, ну более, скажем так, более 20 лет, я уже местный житель, говорю на нидерландском языке, я здесь работаю, живу, наслаждаюсь жизнью. Также я очень люблю эту страну, поэтому я завела этот канал, чтобы, во-первых, практиковать русский язык, хотя я его так практикую, я смотрю очень много видео, общаюсь с друзьями, с подружками, общаюсь дома. Но всё равно, чтобы практиковать, я его завела, и также делиться полезной информацией жизнью здесь с вами. Давайте не будем критичны к друг другу, оставайтесь добрыми, как к комментариям, так и ко мне. И давайте начинать. Как я уже сказала, я в Бельгии уже 23 года, я переезжала здесь более 20 раз, я жила в разных регионах Бельгии, в основном я жила во Фландрии. Ещё раз повторюсь, кто не знает, Бельгия у нас поделена на несколько частей, это Фландрия с Брюсселем, то есть Брюссель это, можно сказать, столица Фландрии и столица Бельгии. Кто не знал, вообще, наверное, Брюссель все знают точно, подавать стенд в последнее время вообще их постоянно передают. Также у нас есть Волония, где говорят на французском языке, и там совсем другая жизнь, мне кажется. Может, я там ещё не жила, но по мне это другие люди и другой регион, и там совсем всё по-другому. Но вы также можете там жить, быть довольным и, в принципе, работать, мне кажется. Но в основном... Ну ладно, об этом я уже сто раз рассказывала, сегодня не об этом. А также у нас есть маленькая часть Бельгии, это немецкая часть, немецкоязычная часть, вы там будете говорить на немецком языке. Сегодня я расскажу вам мой опыт, а также дам вам информацию, полезную информацию, с которой вы можете работать. Но вы также сами можете всё искать. Итак, как искать жильё во Фландрии, в Бельгии вообще? Первое, что я вас советую, ну просто хотя бы изучите язык, хоть какой-нибудь, чтобы вы какой-то язык знали. Потому что если вы скажете, hello, я хочу снять у вас жильё, вас никто не поймёт. Потому что здесь понимают нидерландский, французский, английский, немецкий, ну не все. Ну желательно, если вы будете искать во Фландрии, ну говорите хотя бы на английском. Чтобы понимать контракт, который вы будете подписывать. О контракте я сняла отдельное видео, 10 золотых правил. Можно сказать, на что обращать внимание при аренде жилья. Прямо изучите их и запомните. Потому что вас тоже могут надуть, вас тоже. Вы должны знать все нюансы, все законы, которые здесь есть. Если у вас есть возможность, друзья, вы можете всё это как бы узнавать потом. Делайте пару шагов к тому, к поиску жилья. Изучите, на что обращать внимание при поиске жилья. Я понимаю, что есть такие ситуации, когда вам всё равно. Какое жильё, где жильё, мне главное где-то жить. Но в Бельгии вы не можете просто снять комнату на один месяц. Вам здесь минимальный контракт на 3, 6, 9 лет. Поэтому это вы должны всё знать и иметь в виду. А также здесь нету мебели, здесь нету, здесь присчитывают электричество, газ. Здесь есть проблемы с жильём, а здесь есть хорошее жильё. Потому что когда я вижу под моём видео о негативном опыте жилья, я вижу ликующие комментарии о том, что вот загнивающая Европа, у них тут мышь, у них тут плесень. Ну, давайте будем честными, что везде в каждой стране есть такие квартиры, есть такие проблемы. Поэтому то, что я рассказала вам такие проблемы, что могут быть такие проблемы, вы просто должны это иметь в виду, что они везде есть. И не быть таким, а, всё, это... Я думала, здесь везде стоят замки. А замки, кстати, у нас... Замков у нас очень много. И Бельгия вообще славится своими замками. Но об этом я вам расскажу обязательно в следующий раз. И так, первое, что вы делаете, по моему мнению, это хоть как-то учите язык, чтобы найти... Если у вас нет времени, то нанимайте себе какого-нибудь социального помощника, который вам поможет в этом деле. Потому что вам надо смотреть на арендную плату, сколько вам надо платить взнос, будут ли вот эти, кто будет сдавать арендатели, сдавать вам квартиру, если у вас есть какой-то... Если вы на социальном пособии. То есть вам это надо всё прочитать. Насколько квартира изолирована и так далее. Ладно, допустим, вам всё это не важно. Но вы всё-таки хоть что-то понимаете на местном языке. Или хотя бы в английском. Вы вбиваете в Google. Если вы хотите жить в Брюсселе, вы вбиваете на французском, например, Алуе, Брюсселе, апартамент, бля-бля-бля. То есть прямо на французском вбиваете в Google. Google вам ваш лучший друг. Потому что всё там можно найти. Либо, если вы хотите жить во Фландрии, вы вбиваете в Google Техюр. Это аренда. Техюр – это аренда. Аренда Техюр, например, регио Антверпен. Или это регион Антверпена. Потому что я заметила, все, кто приезжает, они все хотят жить в Брюсселе, Антверпен, там Лёвин, какие-то очень дорогие районы, о которых бельгийцы даже мечтать не хотят. И не могут. Потому что там действительно очень дорого. Жилья там почти нету. Но там, да, есть больше шансов найти работу. Я не советую вам мечтать найти квартиру в одном городе. Я всё, вот всё, я задалась, вы можете. Имейте право. Но вы должны расширить свой кругозор. Потому что это очень тяжело снять квартиру в Бельгии. Если у вас нет работы, поэтому работа для вас должна быть top priority. Прямо приоритет, что вы должны хотеть найти работу. Итак, начнём. То, что сначала это Google. Google, там можно всё найти. Там же вы найдёте сайты, которые я вам сейчас дам. Итак, самые популярные сайты для поиска жилья. Прямо самые популярные. Это imoveb.ba. Это всё по Бельгии. То есть, все сайты, которые я вам сейчас дам, это по Бельгии. Не бойтесь, что это только Фаландрия. Там можно всё найти. Ну, главное вам говорить, ну, хоть на каком-то иностранном языке, на котором говорят в Бельгии. Следующий сайт это zimu.be. Я постараюсь оставить все эти сайты в описании к этому видео. Поэтому не забывайте поставить пальчик вверх за мою проделанную работу. Просто как сказать спасибо. Следующий сайт это rielupunt.be. Пунт. Это у нас на нидерландском. У нас на нидерландском это точка. Следующий сайт это imu.vlan.be. Кстати, все эти сайты на разных языках. Если вы говорите на английском, там даже можно установить на английском языке, на французском и на нидерландском. Следующий популярный сайт это tweedahans.be. Это сайт Тарые руки. Там вы можете также что-то продать, купить. Но там же можно и снять квартиру. То есть, искать просто объявление. И следующий сайт это imoscop.be. В каждом городе есть свои агенты по недвижимости, которые смогут вам также помочь найти квартиру. Это имейте ввиду. То есть, но там все-таки есть какая-то комиссия. Там они строже как бы с кандидатами. Возможно, они даже через них будет труднее снять, потому что они все-таки тоже хотят получить выгоду в плане, сможете ли вы оплачивать аренду жилья на долгое время. Ведь это их работа, чтобы найти человека, который будет долго снимать жилье. Если вы все-таки хотите снять через такую контору, вбивайте в гугли. Например, вы живете сейчас в Левине, в каком-нибудь, ну, у друзей, у знакомых, в лагере. И вы вбиваете, и вы хотите, мечтаете жить в Левине, в Антверпене и так далее. У вас уже есть карта, у вас уже есть официальный статус, бельг, ну, хоть какой-то официальный. У вас есть доход уже. Тогда вы идете в эту контору. Просто если у вас нет дохода и нету карты, я оставлю сайты, где вы можете, возможно, получить помощь. Но это очень тяжело. Но не падайте духом. Все возможно, если верить. Потому что много есть хороших примеров в Бельгии все-таки. Как я это делала раньше? Когда, ну, совсем раньше я жила, хотела переехать, я ехала в город. Например, я мечтала, когда-то жить в Левине. Я ехала туда на машине. У меня тогда не было машины ездить. На автобусе, пешком, как угодно. И ходите по городу. Во-первых, наслаждайтесь городом. Изучайте архитектуру. Найдите там пару евро попить, посидеть в кафе. Понравится вам эта атмосфера, нет. А также ходите, обращайте внимание на дома. В основном на каждом, ну, на разных домах есть вывеска. Техюр. Либо если там уже написано Верхюр, значит, это уже сдано. Вы можете ходить и смотреть. Так, Техюр. Там агентства разных в больших городах есть. То есть вы можете сами активно, проактивно искать жилье. Мобильный. У вас есть денежка на телефоне. Сразу звоните. Сразу, возможно, вам откроют дверь. Всем привет. Покажу вам немножко цены. В Лёвине. Оно один из самых дорогих городов Бельгии. И вот, например, в Лёвине, в самом Лёвине, в принципе, недалеко от центра. Две спальни, две спальни, одна ванна стоит 335 тысяч евро. Сколько тут? 85 квадратных метров. Вот такой чистый, красивый. Вот недорогой, кстати, за 235 тысяч. Но всего одна спальня и 70 квадратных метров. Спальня. Ну, то есть, в принципе, окей. Вот, 348 тысяч. Сколько? 91 квадратный метр. Не знаю, есть ли. А есть гараж. Две спальни. Так, что у нас? Ещё 270. Но это, мне кажется, очень старая. А, очень старая комната, такая квартира. Второй этаж. 55 квадратных метров. 1960 года. Это 100% очень старая. Надо будет туда вкладывать. И вот, смотрите, 575 евро. Ой, 575 тысяч. Но есть и терраска. И отдельное место для вашей машинки стиральной. Две даже, вау, две ванные комнаты. Три спальни. Такая красивая. Ну, и ещё около воды. Это всегда дороже. Когда я хотела жить там, ну, хоть где-то. Я нашла там, даже искала студенческую комнату. У меня тогда тоже было социальное пособие. И мне сдали. То есть, мне всё-таки сдали. Потому что я училась там. В Лёвине я смогла оплачивать. У меня, правда, вообще ничего не оставляло. Я оставалась из денег. Я не знаю, как я жила. Но всё возможно. То есть, если даже у вас мало денег, главное, чтобы было как-то хорошее. Попался вам арендатель, который будет сдавать вам это жильё. Постарайтесь быть дружелюбным, улыбчивым. Говорить хоть на каком-то языке. Показать, что вы хотите работать. Что вы не будете просто так вот. Вы сегодня заедете, на следующий месяц вы съедете. Говорите о своих планах. Что вы в поиске работы. Что вы действительно хотите здесь остаться. Что вы любите эту страну. Говорите комплименты. Это не подлизываться. Если вы ненавидите эту страну, то, конечно, по вам это будет видно. Но делайте, как хоть какой-то мульту у нас говорят. Или мульта это, ну, делать хоть что-то, чтобы понравиться тоже этому человеку. А не просто так ля-ля-ля, я хочу жить, выберите меня. Так, к сожалению, не бывает. Вам надо здесь очень постараться. У меня есть видео на канале, с чем сталкиваются иммигранты, беженцы в Бельгии. Совсем недавно его провела. Поэтому обязательно посмотрите. Оно набирает уже просмотры. И людям все-таки тяжело принять тот факт, что да, в Бельгии уже тяжело с жильем. Это так. Итак, я уже об этом рассказывала, что у Бельгии обязательно каждый квартиросъемщик должен платить взнос или залог за квартиру в размере 2-3 месяца. Зависит от региона. То есть, если у вас этих денег нет, ваша ОСНВ может стать гарантом. То есть, они могут выплатить этот гарант, а вы будете в течение какого-то времени тоже выплачивать эти деньги. Что важно, что есть в Бельгии еще одна организация, которая помогает с выплатой вот таких вот залогов. И сайт, где вы можете почитать больше информации, вообще там, ворварда или те причины, по которым вам могут дать этот залог, почитайте на этом сайте. Ленин говорит о том, что вам не просто дадут это, но вам надо будет это возвращать. Все-таки хотела бы вам дать совет, всегда будьте осторожны. Особенно, когда вы даете какое-то объявление на Фейсбук, в каких-то группах. Вот у вас нету безвыходная ситуация. Вы решили дать объявление на Фейсбук в разных группах. Умоляю дайте жилье, сниму жилье за любые деньги, сделаю что угодно. На такие сообщения чаще всего есть шанс, я говорю вот так прям приблизительно, что могут отреагировать мошенники, которые с вами свяжутся, вы можете написать им. И будет проблема, если это действительно мошенники, как у вас могут деньги забрать, либо неприятные ситуации, поэтому будьте всегда на чеку. Если вы идете к кому-то на встречу, на счет квартиры, фотографируйте место, куда вы идете. Давайте адрес каким-то людям, которых вы знаете, чтобы вы пошли туда. То есть не надо, особенно если вы одинокая или не одинокая, если вы женщина, у вас есть ребенок, вы идете прямо на встречу с ребенком, тоже будьте просто всегда на чеку, неважно в какой вы ситуации находитесь. Еще хочу сказать, что для людей с животными найти жилье в Бельгии очень трудно, поэтому можно всегда спрашивать, всегда смотрите на сайте, можно ли вам жить там с животным и так далее. То есть это очень важно на все обращать внимание. Посмотрите все мои видео, я там давала уйму, уйму полезной информации, а также я записывала отдельное видео о средней стоимости аренда жилья в Бельгии по регионам. Поэтому я надеюсь, это видео вам было полезным, вы узнали для себя что-то новое. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм, задавайте ваши вопросы. А также хочу пожелать вам просто хорошего настроения и живите сейчас, живите, наслаждайтесь жизнью, потому что сегодняшний день может быть последний. Все, я вас всех крепко обнимаю и до скорых встреч. Все, пока.